Олимпиаду могут отменить. Власти до последнего, надеялись, страна понесет большие убытки. Олимпиаду в Токио могут отменить. Летние Олимпийские игры из-за пандемии коронавируса ранее переносились с 2020 на 2021 год. А вот теперь заговорили вообще о возможной полной отмене мероприятия. В таком случае сколько потеряет экономика Японии? Говорим об этом. Здравствуйте. Итак, Оргкомитет Олимпиады в Токио рассматривает возможность полной отмены соревнований. Организаторы не исключают такой поворот событий, если мир в 2021 году не справится с пандемией. Цитата. Ранее Олимпиаду отменяли только из-за войны. Но на этот раз мы сражаемся с невидимым врагом. Если Олимпиада будет проведена после того, как мир победит вирус, то это будут соревнования, которые станут во много раз ценнее предыдущих Олимпийских игр. Заявил председатель Оргкомитета Токио 2020 Йосиро Мори. В Японии высказывают мнение, что без вакцины не справиться с пандемией, поэтому возлагают все надежды именно на ее создание. Вот что сказал глава Японской ассоциации врачей Йоси Теке Йококура. Если эффективная вакцина не будет разработана, то проведение Олимпийских игр может быть затруднительно. Мы призываем в максимально короткие сроки разработать вакцину и лекарственные препараты против коронавируса. В ситуации, когда улучшения по заболеваниям будут только в Японии, а в мире инфекция будет продолжать распространяться, проведение игр будет сложным, сказал специалист. Как вы знаете, игры в столице Японии были запланированы на это лето, но из-за пандемии Олимпиаду перенесли на целый год. И несмотря на это, название турнира оставили прежним – Токио 2020. По словам губернатора Йорико Коэке, это решение носит символичный характер. Олимпийский огонь, который уже находится в Японии, станет символом победы над коронавирусом, говорила она. Станет символом победы над коронавирусом. То есть власти до последнего надеялись и очевидно надеются, что Олимпиада будет. Ведь в противном случае страна понесет большие убытки. Потери будут у авиакомпаний, туроператоров, представителей гостиничного бизнеса и так далее. В связи с этим организаторы ранее категорически отказались от формата онлайн-трансляции. И английское издание Guardian писало, в случае частичного или полного отсутствия зрителей на трибунах, организаторы могут потерять более 1 миллиарда долларов только от стоимости билетов. Финансисты также спрогнозировали, какие убытки понесет Япония в случае полной отмены летних Олимпийских игр в Токио. По подсчетам финансовой компании Nikoi Securities, отмена Олимпиады из-за угрозы распространения коронавируса сократит рост валового внутреннего продукта страны почти на 1,5% в годовом исчислении. ВВП потеряет примерно 75 миллиарда долларов, а доходы японских корпораций в 2020 году могут упасть на четверть. Олимпиада в Токио стала первой новейшей в истории Олимпиады, проведение которой было отложено. Однако история знает несколько случаев, когда Олимпиада была отменена. Так, в 1916 в Берлине событие не состоялось из-за Первой мировой войны. Также в 1940 году Япония готовилась принимать сразу две Олимпиады, летнюю и зимнюю. Однако за три года до события Япония начала войну с Китаем. А в 1972 году Олимпиада впервые была прервана в результате самого трагичного эпизода в истории игр. Несколько членов террористической организации захватили в заложники израильских спортсменов. Погибло 11 человек. Это произошло в Германии, в Мюнхене. Тем не менее, игры были приостановлены, но затем доведены до конца. Ну и напоследок немного статистики. Более трех миллионов человек по всему миру заболели коронавирусом. Более двухсот тысяч скончалось и почти миллион выздоровело. А у меня на этом все. Если выпуск был интересным, ставьте лайк и не пропускайте ежедневные обзоры коронавирус в мире. Встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин